Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные, настоящие, тонкие балкарские хачаны. Это то блюдо, которое я заказываю первым, как только приезжаю в Кабардино-Балкарию. И сегодня с большим удовольствием и с вами поделюсь этим замечательным рецептом. Балкарские хачаны готовят с разными начинками, с мясом, с сыром, зеленью, но в любую начинку всегда добавляют картофель. 50% от начинки составляет отварной картофель, иначе не получится тонко и красиво раскатать хачаны. Картофель отправляем вариться и займемся приготовлением теста. Тесто для балкарских хачанов очень простое, в его составе только мука, вода, соль и растительное масло. В чашу просеиваем муку, затем делаем небольшой кратер, вливаем теплую воду, добавляем соль и добавляем растительное масло без запаха. То есть все ингредиенты для теста мы соединяем вместе и замешиваем. Я буду делать замес в планетарном миксере, можно замесить тесто руками, можно ручным миксером со спиральными насадками. Делайте так, как вам удобно. Главный секрет теста для балкарских хачанов состоит в том, что оно должно быть достаточно мягким и липким. Вот обратите внимание на его консистенцию, на данном этапе оно достаточно сильно липнет к рукам. Именно поэтому его в дальнейшем можно будет очень тонко раскатать и оно получится очень нежным. Тесто затягиваем пленочкой или накрываем влажным полотенцем и пока оставляем отдохнуть. Возвращаемся к картофелю. Когда он сварился, когда он полностью готов, сливаем с него полностью всю воду. И теперь из картофеля нам необходимо приготовить картофельное пюре. Любым удобным для вас способом, можете просто толкушкой потолочь. Обратите внимание, при варке картофеля я не добавляла соль и сейчас не добавляю масла и другие ингредиенты, которые обычно идут в картофельное пюре. То есть просто измельчаем картошку. И теперь добавляем сыр. Для приготовления балкарских хачанов традиционно используют мягкие сыры. Я сегодня буду использовать брынзу. Всю лишнюю жидкость, которая есть в упаковочке, я сливаю и добавляю только сыр. Теперь можно добавить по желанию специй. Я добавляю свежемолотый перец. У меня это смесь перцев. И вот здесь уже можно добавить соль по вашему вкусу. В зависимости от того, насколько соленый вы будете использовать сыр. Добавьте немножко, приготовьте начинку и потом попробуйте. И все это опять-таки доводим до состояния пюре. Очень часто такую начинку готовят просто на мясорубке. Перекручиваю картошку вместе с сыром. Теперь можно добавить зелень. Я добавляю мелко нарезанный укроп. Все перемешиваю и пока отставляю в сторону. Пусть начинка остынет. Возвращаемся к тесту. Оно хорошо отдохнуло. Выкладываем его на присыпанный мукой стол и слегка обминаем. После того, как тесто полежало, отдохнуло, оно уже не будет таким липким. Но в любом случае немножко мукой подпыляйте. Теперь тесто необходимо взвесить и разделить на равные кусочки. У меня это будет 7 кусочков по 70 грамм. И в итоге получится хачаны диаметром 25 сантиметров. Если у вас сковорода поменьше диаметром, то соответственно и кусочки нужно брать поменьше. Каждый кусочек теста нужно округлить и подкатать, чтобы получился вот такой шарик. Подпыляем мукой, выкладываем тесто на муку и таким образом формуем все заготовочки. Далее эти заготовки нужно накрыть либо пленкой, либо влажным полотенцем. Я накрываю просто чашей, в которой подходило тесто и оставляю на некоторое время. Пусть тесто немножечко отдохнет. Пока вернемся к начинке. Когда она полностью остыла, ее тоже нужно взвесить. Начинки мы берем в 3-4 раза больше веса самого теста. Я беру в 3 раза больше. Например, если кусочек теста 70 грамм, соответственно начинки я беру 210 грамм. И начинку тоже скатываем в шар. Когда она остыла, сделать это очень просто. Я приготовила эту начинку на 4 хачана, а на 3 оставшиеся у меня будет другая начинка, но в описании под видео я вам дам граммовки на 7 хачанов. Кстати, именно вот эта начинка с сыром и зеленью и с картошкой для меня самая вкусная. Возвращаемся к отдохнувшим шарикам теста. Берем один шарик, подпыляем рабочую поверхность мукой, подпыляем само тесто мукой, чтобы оно не липло к скалке. Лишнюю муку убираем. Ее не должно быть слишком много, иначе тесто просто не будет защипляться, скажем так. Нужно найти баланс, чтобы тесто не прилипало, но и в то же время, чтобы муки не было много. В центр выкладываем шарик с начинкой, руки припыляем мукой и вот таким образом формуем хачин. То есть тесто подтягиваем к центру. Все плотненько защипываем и начинаем формовать хачин. Я здесь буду прям не буду ускорять, все вам подробненько покажу. То есть вот таким образом руками я придаю ему круглую форму и потихонечку равномерно надавливаю сверху. Тесто очень мягкое, достаточно тоненькое, поэтому делайте все это максимально осторожно, чтобы не было разрывов. Но даже если где-то тесто немножечко порвется, ничего страшного в этом нет. Не забывайте подпылять и рабочую поверхность и сверху тесто немножечко мукой, чтобы оно не прилипало. Немножко вот так растянули, сплющили с одной стороны, потом перевернули и нужно немножко сплющить и с этой стороны. И теперь вот эту заготовочку нужно отложить на несколько минут, чтобы она немножечко отдохнула. Пока формуем следующий хачин. И когда первая заготовка отдохнула, мы ее берем и уже скалкой тоненько раскатываем. Не забывайте подпылять мукой, потому что, как вы помните, тесто достаточно мягкое, такое липковатое и достаточно тонко раскатываем в круг. Я раскатываю до диаметра примерно 25-26 сантиметров, но здесь все будет уже зависеть от диаметра дна вашей сковороды. Обратите внимание, балкарские хачины это именно тонкие хачины. Раскатываются они достаточно тонко. Обратите внимание, какое тоненькое получается полупрозрачное тесто. Все кусочки укропа видно. Теперь набрасываем хачин на скалку и переносим на сковороду. Сковорода хорошо разогрета и она сухая, без масла. Жарим на таком среднесильном огне. Во время жарки хачин слегка уменьшается в диаметре. Теперь посмотрите, если с одной стороны тесто уже хорошо подрумянилось, переворачиваем хачин на другую сторону. Он начнет надуваться, поэтому здесь нужно его в центре проколоть ножом, чтобы вышел весь пар и уже дожарить вторую сторону. Тоже вот до такого красиво румяного цвета. Готовый хачин перекладываем на тарелку горячей стороной наверх и не жалея, так очень обильненько смазываем сливочным маслом. Готовые хачины складываем стопочкой друг на друга и каждый слой хорошенечко промазываем сливочным маслом. Даем немножечко отдохнуть и нарезаем на 4 части. Посмотрите, какая нежность, а какие они получаются вкусные. Вы обязательно должны попробовать эти балкарские хачины. А кстати, карачаевские хачины готовятся немножечко по-другому, но тоже получаются очень вкусные. Именно этим рецептом со мной поделилась в Кабардино-Балкарии хозяйка одного кафе неподалеку от Эльбруса и их хачины заняли первое место во всей округе. Поэтому обязательно пробуйте, но я как всегда желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся!